А политологи проводят параллели. За любым провалом коалиции в Раде следует либо череда громких задержаний, либо загадочных похищений. И подозревают, что история с Гончаренко из этой же серии таинственных закономерностей. Тут общая тенденция. Условно говоря, технология, когда вот на нас покушаются враги, условно говоря, а теперь давайте консолидируемся вокруг нас и все вместе будем защищать страну. Это же не первое покушение. Совершенно темная история с покушением на Герасченко, которого в конце концов опровергнул его же шеф Аваков, который подтвердил, что он не имеет доступа вообще к следственным материалам и нет связи между покушением на Герасченко и убийством Шеремета, хотя до этого говорилось совершенно обратное. Мы видим прощупывание тем и предвыборной кампании, скорее всего, досрочных выборов. Вопрос доверия. Столько фейков было вокруг покушений. Даже если что-то серьезное случится, то никто же не поверит в то, что реально произойдет. И очень показательная была реакция оперативной социальных сетей и людей, которые это комментировали. Продолжение следует...